Тысячи россиян прямо сейчас нуждаются в пересадке органов среди них, как взрослые, так и дети. Благодаря трансплантации у многих есть шанс на спасение. При этом, несмотря на успехи врачей и серьезное развитие этого направления, операции по пересадке остаются достаточно редкими. С какими проблемами юридическими и этическими сталкиваются трансплантологи? И что нужно сделать, чтобы операций по пересадке органов стало больше? Об этом мы и будем сегодня говорить с моим коллегой, врачом-трансплантологом. Я приглашаю в студию Германа Викторовича Николаева. Герман Николаев. Таракальный хирург. Заведующий научно-исследовательской лабораторией таракальной хирургии Центра Алмазова. Главный трансплантолог Санкт-Петербурга. Член Российского трансплантологического общества. Официальный эксперт Комитета по трансплантации Совета Европы. Здравствуйте, Герман Викторович. Спасибо, что приехали к нам. Добрый день. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Герман Викторович, трансплантация каких органов сейчас производится в нашем городе и вот конкретно в Центре Алмазова? В Санкт-Петербурге на сегодняшний день проводится трансплантация сердца, легких, почек и печени. Это наиболее пересаживаемый орган на сегодняшний день в мире. В Центре Алмазова проводится пересадка сердца. По статистике, ежегодно в России выполняют около 3000 операций по пересадке органов. А в Петербурге какие цифры и сколько проведутся операции в год по пересадке органов опять же в Центре Алмазова? В мире выполняется более 100 тысяч трансплантаций в год органов. Из них около 70 тысяч пересадок почки и 30 тысяч пересадок печени. В нашей стране за последние 10 лет очень прогресс большой наметился. Выполняется более 3000 пересадок. Есть такой показатель количества пересадок на миллион населения. Если мы возьмем этот объективный показатель, то по нему мы находимся где-то в середине стран в мире, если брать средний показатель. У нас количество пересадок на миллион населения больше, чем в Китае. Достаточно развитая страна, значит, больше, чем в Индии. Мы где-то находимся на уровне количества пересадок на миллион населения, как в Японии. Но мы по определенным параметрам уступаем, конечно, странам европейским, потому что там этой технологии уже очень много лет. И, естественно, для того, чтобы делать больше пересадок, нужно иметь больше опыт. В Санкт-Петербурге на сегодняшний день выполняется порядка 200 пересадок. Это неплохие показатели, с учетом того, что мы за последние 7 лет количество пересадок увеличили практически 8 раз. У нас в прошлом году был сбой, потому что сбой снижения связано с тем, что была пандемия. Около 40% мы имели снижение. Но на сегодняшний день мы выходим на тот уровень и даже превышаем показатели, которые были в прошлом году. А сколько людей в листе ожидания? Ведь наверняка же у вас есть какой-то единый регистр, нуждающийся в трансляции. Да, в городе есть единый лист ожидания пересадки органов. На сегодняшний день находится порядка 500 пациентов. Большинство из них – это пациенты, которые ожидают пересадку почки. Пересадку печени ожидает порядка 80-100 пациентов. И пересадка сердца в листе ожидания около 15. И, по-моему, 5 человек, ожидающих пересадку легких. Трансплантация является методом на сегодняшний день самым современным. Я процитирую слова академика Сергея Владимировича Гатье, что трансплантация органов в регионе Российской Федерации – это лакомцевая бумажка. Если есть пересадка органов, значит, медицина находится на том уровне современном, который позволяет оказывать любую медицинскую помощь, которая существует на сегодняшний день в мире. Поэтому пересадка органов в нашем городе достаточно уже, скажем, такой метод рутинный в большинстве клиник. У нас занимается пересадкой почек 5 учреждений, пересадкой сердца – одно учреждение, и три учреждения пересадкой печени, и одно учреждение – пересадкой легких. На сегодняшний день мы обеспечиваем порядка четверти только потребности. Есть объективные факторы, которые сдерживают развитие применения данного метода широко. Они объективны, эти факторы. И прежде всего, конечно, это нехватка органов. А вообще, скажите, вот нашим телезрителям, наверное, будет интересно, как сегодня организовано посмертное донорство. Посмертное донорство организовано в соответствии с законами Российской Федерации. Посмертное донорство очень хорошо регламентировано в нашей стране. Вот могу вам привести такой факт, что в нашем городе не было ни одного случая, когда мы имели какие-то конфликты интересов с точки зрения закона, с точки зрения посмертного донорства. Да и в Российской Федерации, скажем так, был один судебный процесс, который закончился тем, что, в общем-то, сняли все претензии, потому что врачи работали в правовом поле. Это в Москве была ситуация. Но это родственники, как правило, создают прецеденты такие, да? Родственники, да. Значит, на сегодняшний день, ну, достаточно много уже об этом информации, в Российской Федерации имеется так называемая презумпция согласия. Что это значит? Это значит, что врачи, когда пациент умирает, врачи имеют право предполагать, что пациент перед смертью не возражал с точки зрения гуманизма, с точки зрения христианских принципов, он бы не возражал, чтобы спасти другого человека. И согласно этому, вот этой концепции, врачи не обязаны активно испрашивать согласие у родственников. Но, но, внимание, внимание, родственники имеют право сами заявить о том, что при жизни умерший родственник возражал против забора органов. И вот это право волеизъявления никто не запрещает. То есть, если врачам сказано, что их умерший родственник возражал, то врачи не имеют права забирать. И такие случаи у нас есть, когда родственники высказывают волеизъявления умершего, и врачи останавливаются, ничего не делают. Но в некоторых странах, вот, причем там трансплантация органов, она не так хорошо развита. Вот, такие страны, как Англия, такие страны, как Германия, в них существует презумпция несогласия. Это значит, после смерти врачи обязаны у всех испрашивать согласие, если есть родственники, на забор органов. И, к сожалению, это не всегда работает. Это все время, это все, да? Это все время, да, и очень много теряется органов, потому что есть случаи, когда, ну, скажем так, должна работать такая система, которая соответствует и менталитету общества, и закону, и опыту, который уже есть в каком-то государстве по работе. Я в свое время был в Барселоне на стажировке, и там вот они рассказывали, что как только католическая церковь поддержала вопрос... Да, у них в 10-15 раз всплеск был, да. У них в каждом костеле висит табличка «Не забирайте органы на небеса». Ну, в принципе... А как в России? В нашей России, вы знаете, в нашей стране русская православная церковь поддерживает. Мы спасаем других людей. Кому мы уже не можем спасти, мы уже не можем спасти. Но вы можете себе представить, что если мы забираем от уже умершего человека, то мы спасаем 6 трансплантаций, мы спасаем 6 пациентов, которые безнадежно больны и которых ожидает смерть в ближайшие месяцы. Вот органы забирают после смерти человека. Что дальше происходит? Существует ли, например, срок хранения? Существует такое понятие «время ишемии органа». То есть это время, которое переносит орган с момента, как прекратился кровоток в органе, до момента, как кровоток включается. Это называется «время ишемии трансплантата». Самое чувствительное к ишемии – это сердце, легкие. Для них до момента, как должен включиться кровоток, время должно пройти не более 6 часов. Для печени это 12 часов. И для почек это самый толерантный орган к ишемии – 24 часа. Возможно, скажем так, возобновление жизнедеятельности после прекращения кровотока. Поэтому первый этап, который наступает после того, как трансплантологи начинают работать, это забор органа, консервация, транспортировка и непосредственный этап выполнения самой трансплантации и включения кровотока в органе. Наверное, холодовая цепь еще, да? Да, консервация. Это целые методики. Методики, они достаточно сложные. Да, сложные в каком плане? Сейчас они стали рутинными. Но когда мы осваивали эти методики в нашем городе, вот, по трансплантации сердца, это все маленькие нюансы, которые влияют на конечный результат. Это обязательные условия операции, стерильность, соблюдение холодовых, вот вы правильно сказали, компонентов и параметров настолько, насколько это требуется. То есть орган должен охладиться моментально. И если орган охлаждается очень медленно, то это может повлиять на его функции после трансплантации. Поэтому там очень много нюансов, но эти нюансы все выполняются хирургами, и, как правило, мы имеем хороший результат. Игорь Владимирович, а можно пофантазировать, а какую-то временную перфузию крови, вот, к органу подключить, к аппарату, к органу подключить, чтобы там... Дейси Александрович, вы задаете тот вопрос, который сейчас трансплантологи... Нет, вы абсолютно правы, потому что трансплантологи всего мира сейчас работают над тем, то, что мы называем стандартной консервацией, это перфузионная консервация. То есть орган промывается раствором, который позволяет сохранить в нем жизнедеятельность в течение 6-7, 24 часов, в зависимости от толерантности органа к ишемии. Но трансплантологи всего мира хотят увеличить это время. И идея, которую вы высказали, она у всех на уме, это перфузия органа постоянно кровью. И сейчас, на сегодняшний день, такие машины созданы во всем мире. Они даже есть у нас и в Российской Федерации. Но они не имеют сейчас уже, скажем, такую стадию разработки, когда их можно пустить в серийное производство. Понятно. Это технологически сложная перфузионная машина, если вы понимаете, по типу аппарата ЭКМО. Конечно, конечно. ЭКМО, в миниатюре. И этот аппарат, он показывает все параметры состояния органа. Более того, при пересадке легких, я наблюдал такие ситуации, когда работал за границей, с помощью этого аппарата, с помощью этой машины, можно лечить легкие. Если мы забираем умершие легкие, которые имеют инфильтрацию, инфекцию, и в обычных ситуациях эти органы пересаживать нельзя, то с помощью этой машины можно добавить антибиотики, растворы, коррекцию. И эти легкие, этот орган крутится в этой машине в течение 24 часов. Перелечится. И излечивается. И после этого пересаживается. Фантастика. Это уже есть в практике, но это не стало еще рутиной. Это достаточно очень сложная технология, которая должна быть доведена до конца. Вернемся к донорам. Вот, например, есть такая статистика. В Германии 36% людей имеют карту донора. В Британии еще больше. Получается, люди сделали осознанный выбор. Вот у нас что-то подобное есть? Во Франции, когда начинали развивать эту технологию, они задались таким же вопросом, что человек должен иметь право выбора перед тем, как что-то случится, произойдет, ему нужно дать право воли и излюбления. Особенно в вопросе тех жителей, кто категорически отказывается. И они создали регистр во Франции. Согласие и несогласие. В Франции население порядка, по-моему, 60 миллионов людей. Потрачены были большие деньги. И как вы думаете, за 20 лет существования этого регистра и 60 миллионов, сколько вообще определились с тем, что будет после смерти с органами? Катя, вопрос. Он, судя по всему, небольшой. Ну, сколько приблизительно? Ну, 10. 10 что? Процентов. 10 процентов, 6 миллионов, не угадали. Меньше, 1 процент. Меньше. Даже меньше. Может быть, просто не знали. 100 тысяч населения всего лишь, 100 тысяч всего лишь населения выразили свою волю. Значит, они сделали плохую социальную составляющую. Вот если бы страховка дешевле стала, там какие-то еще блага цивилизации. Я думаю, что, в принципе, человеку свойственно не думать о том, что когда наступит смерть. Ну, конечно. Вот. И сделать это волеизъявление, значит, перейти в какую-то линию, в которой, может быть, не все согласны. Другое дело, что в новом законе Российской Федерации от трансплантации будет волеизъявление только о несогласии. О согласии не надо говорить, потому что по умолчанию, если вы не выразили несогласия. Вот. Но этот факт говорит о том, что, в принципе, такой регистр нужен. Но вот с точки зрения, сколько людей сделает волеизъявления, это вопрос. Как раз-таки к нашему разговору, да, мы решили спросить у петербуржцев, как они относятся к трансплантации подсмертной. Давайте послушаем, что они нам ответили. Если бы мои органы подошли, то, наверное, бы мог. Да. А ниже там ничего такого. Если кому-то может продлить жизнь, почему нет? Ну, я не знаю, это сложно, это надо думать. Я об этом не думала еще. У нас сейчас не спрашивают, поэтому мы как бы не знаем, что там с нашими органами будет потом. Я запросто. Если, ну, это поможет другим людям, а мне уже все равно, тогда неплохой вариант. Почему нет? Как мы и говорили, что молодежь, конечно, еще не задумывается об этом вопросе. Ну, в целом, вы знаете, за 20 лет, Денис Александрович, поменялось мнение. То, что было 20 лет назад и сейчас, в связи с тем, что все-таки через интернет больше информации, больше понимания того, что современные методы, и это более широко используется, и действительно много пациентов, которым сейчас это проводится. Я думаю, что и менталитет населения меняется, и отношения меняются. Это понимание того, что это действительно кому-то поможет, как вот молодой человек сказал. А вот посмертная трансплантация или родственная, что лучше для рецепиента? Мы должны понимать, что такое посмертная трансплантация. Посмертная трансплантация, это мы берем органы, которые уже человек погиб, и эти органы либо мы кладем в гроб, либо мы спасаем жизнь другим людям. Что, естественно, является логичным предпочтительным выбором того, что можно сделать. При родственной трансплантации мы удаляем часть органа или орган-почку у живого человека и делаем его уже зависимым в социальном плане от медицины. Поэтому с точки зрения социального подхода, родственная трансплантация, она связана с том, что это две операции, и еще не факт, что донор, у которого забрали орган, он останется полноценным здоровым человеком. Поэтому трансплантация родственная, с точки зрения ее применения, она занимает в среднем около 10% от всех трансплантаций, которые выполняются. То есть, если мы берем все трансплантации, 90% это трансплантации посмертные в мире, и только 10% трансплантации родственные. В основном это трансплантация у детей, от родителей, и это трансплантация, которую у детей выполнять, кроме как от родителей, иногда больше никак не представляется возможным. А с точки зрения результатов трансплантаций, они практически не отличаются. Я имею в виду от родственного донора и от посмертного донора. Если все технологии соблюдаются, то результаты хорошие. Паня, у нас есть видео вопрос, давайте послушаем. Скажите, пожалуйста, а возраст является ограничением для донорства? На сегодняшний день, я могу сказать, что если мы имели стандарты 10 лет назад, 55 лет, то сейчас этих ограничений практически нет. Современные технологии позволяют кондиционировать органы, и сейчас ограничения нет. Главное состояние, наверное, органа. Состояние, да, состояние органа и пациент, от чего он скончался, это вопросы, когда мы принимаем решение. Герман Викторович, Вы уже начали говорить про детей. Все-таки какие особенности пересадки органов детям? И всегда ли подходят органы взрослого человека, органы взрослого донора? Пересадка органов детям – это одно из самых сложных направлений пересадки органов. Прежде всего, это связано с донорством. И, во-вторых, это, конечно, технологии, связанные с ответственностью, потому что здесь ответственность повышается, и применение каких-то технологий, оно усложняется. Когда мы имеем пациента, ребенка для трансплантации почки, мы всегда имеем диализ. То есть мы имеем страхующую систему, которая позволяет… Поддерживать деятельность. Хуже, но она позволяет поддерживать жизнь пациента. Когда мы имеем пациента с умирающего ребенка с кардиомиопатией, и эта кардиомиопатия прогрессирует, то мы особых не имеем возможностей, кроме как, или сделать трансплантацию, или вставить девайс, я имею в виду имплантировать девайсы, механическую поддержку, которая заменяет сердце. Мы можем пересаживать органы детям от взрослых при наличии хорошего опыта у хирургов, при наличии соответствия антропометрических данных, ну, еще есть другие критерии. В среднем это начиная от 9 лет. Все, что касается от 1 до 8 лет, это технологии только от ребенка к ребенку. Так как у нас нет посмертного детского донорства в Российской Федерации, то вот эта категория маленьких детишек для пересадки сердца, это, конечно, трагический путь. Девайсы, которые мы имеем, могу вам сказать, что стоимость одного девайса – это 18 миллионов. Вот, причем его еще надо уметь имплантировать маленькому ребенку в маленькое сердце. Вот, поэтому с точки зрения развития детской трансплантологии, это наиболее актуальный вопрос на сегодняшний день в стране, в Санкт-Петербурге. Мы в Комитете по здравоохранению уже провели совещание по вопросам развития детской трансплантации и наметили определенные пути. Но могу сказать, что на сегодняшний день пересадка печени выполняется детишкам в Институте Шамакова, академикам ГАТИ Сергея Владимировича. Там школа огромная, они молодцы, они больше всех делают в Российской Федерации, спасают сотни детишек. Пересадку сердца – это единичная операция, когда мы имеем, ну, скажем так, смелость и право, мы берем от взрослого умершего донора, берем сердце и пересаживаем детям, ну, не моложе 8 лет. Кстати, в нашем центре была выполнена пересадка самой молодой пациентки, 9 лет, уже много лет назад, она жива, сейчас в университет уже закончила. И это та возможность, которую мы сейчас имеем. Вот, но выход из этой ситуации – это развивать детское донорство, и это задача, которая стоит перед здравоохранением Санкт-Петербурга и Российской Федерации. Понятно. Ну, вот в прошлом году, мы знаем, в центре Алмазова была проведена повторная трансплантация сердца 11-летнему мальчику, он получил донорский орган, наша съемочная группа пообщалась и с юным пациентом, и с его мамой, и, конечно, с врачами. Давайте посмотрим сюжет. Сегодня Рома выписывается из центра Алмазова. Вместе с мамой они регулярно приезжают из родного Саранска на обследование. Год назад об этом мальчике писали все средства массовой информации. Ему первому в России сделали ретрансплантацию сердца – повторную операцию по пересадке. Роме 12 лет, и в его груди бьется уже третье сердце. В 5 лет Роме поставили диагноз – постинфекционный миокардит, последствия, перенесенные ранее пневмонии. В 8 в Индии сделали первую пересадку сердца. В России не разрешена трансплантация детских органов. За границей мальчику нашли сердце донора, которое подошло по физиологическим параметрам. У него там ситуация развивалась довольно драматично. То есть он был в очень тяжелом состоянии, практически умирающий ребенок. И тут времени не было вообще. И ему-то как раз пересадили взрослое сердце в Индии. Но в Индии люди небольшие, и его шансы увеличивались значительно. После первой трансплантации у Ромы случился инсульт. Пострадала рука, появились проблемы с ногами, началась болезнь коронарных сосудов. В 11 лет Роме пересадили новое сердце в центре Алмазова. В этот раз мальчику смогли найти взрослого донора в России. Ребенок вырос, и ситуация стала относительно плановая. То есть он мог находиться в стационаре, на лечении и ожидать свое сердце, что и произошло. То есть первая ситуация была срочная. А здесь было время развернуться. Сейчас жизнь Ромы расписана по часам. Несколько раз в день он принимает лекарства, подавляющие иммунитет, чтобы организм не отторг донорский орган. Для мальчика сейчас опасны любые вирусы и бактерии. Строгая диета, никаких домашних животных, онлайн-обучение. Даже с друзьями Рома общается только на открытом воздухе. Мама Екатерина с оптимизмом смотрит в будущее. Со временем концентрацию иммуносупрессора снизит, и ограничений в Роминой жизни станет намного меньше. Мне очень повезло. Ребенок у меня сильный духом. Парень очень сильный. То есть за свою жизнь он борется. Прям очень борется. И я говорю, господи, спасибо, что у меня такой сильный мальчик духом. То есть он меня даже подбадривает в плане того, что иногда, ну, бывают минуты, когда уныние. Он, мам, ну все же хорошо. Ну все будет еще лучше. Скоро Роме предстоит еще одна операция. Уже на ноге. Врачи обещают, что он сможет на нее опираться. Ну а сразу после выписки Рома с мамой отправился на экскурсию по Петербургу. Посмотреть на разводные мосты было его давней мечтой. Юрий Александрович, а сколько сейчас по вашим подсчетам в Санкт-Петербурге живут люди с пересаженными органами? У нас ведется реестр. На сегодняшний день 840 пациентов. Здорово. У нас есть еще один видеовопрос. Давайте послушаем. Правда ли, что вместе с пересаженными органами человеку передаются черты характера донора? Знаете, если говорить, ну скажем так, серьезно и быстро, ну конечно нет. Но в нашем центре уже выполнено более 200 пересадок. И когда мы общаемся с пациентами, уже имеем такой большой опыт, иногда складывается впечатление, что какие-то есть закономерности. Потому что я наблюдал женщину старше 60 лет, которой пересадка от значительно более молодого донора. И я был поражен, что есть какие-то действительно изменения черты характера, которые вот я не могу объяснить. Но это было и это есть. И эта женщина рассказывала, что она по-другому стала смотреть на многие вещи. Хотя я думаю, что серьезного физиологического какого-то обоснования нет, потому что мы пересаживаем мышечный орган, который не должен влиять на нервную реакцию. Может, сама ситуация, понимаете? Пересадка, осмысление. Потому что человек все это через себя прогоняет. Я думаю, да. В основном это люди мужественные, которые прошли процесс отбора полета в космос. Потому что сам процесс отбора в листе ожидания, он занимает время. Переживание. Переживание, появление ночью потенциального донора, решение вопроса идти на операцию нет. И каждый понимает, что он может не проснуться после этой операции. И, конечно, это люди, которые прошли через такое, после этого меняется их характер, и многие переосмысливают то, что происходило. Спасибо вам огромное. Было очень интересно и познавательно, я думаю. Спасибо за ваши вопросы, за ваше внимание. Спасибо вам огромное. Удачи вам. Спасибо вам. Ваше направление в медицине развивалось. Спасибо. Боря бурно. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. До свидания.